Сегодня мы с вами поговорим про 44-ю страницу трактата Сота. Здесь заканчивается 8-й перик и начинается последняя 9-я глава трактата. В конце предыдущего перика обсуждается еще несколько технических деталей насчет того, в каких случаях человек, который, например, женился недавно, он не идет на войну. Мы сказали, что в течение года он освобожден от военной обязанности. Если он женился, допустим, не на молодой девушке, а, допустим, на вдове или разведенной, оказывается, тоже для него это новая жена. Но вот если он взял назад свою собственную жену, с которой он развелся, то есть человек, который развелся с женой, и потом на ней снова женился, это Тора не запрещает. Только если она была замужем за другим, нельзя возвращать назад. Но если человек развелся, даже если митва жениться назад, если она не была таким замужем, между тем, после развода, то большая митва вернуть ее назад. Махазир Дерушато называется. В такой ситуации, так она для него не новая, так сказать, он не получает снова фору год, чтобы не ходить на войну. Я видел когда-то интересные вопросы у Добритцина Раву, у Бер Моши, про человека, который развелся с женой после полугода совместной жизни, и вскоре снова женился на ней, еще год не прошел. Говорим ли мы, что раз год не прошел, от первой женитьбы, то все еще он обязан с ней, так сказать, проводить время особо, как мы говорили, от имени Сефер Ахинух. И уже что-то из этого Рамбам Сефер Амитсвот пишет, но Сефер Ахинух в особенности это вот. Описано строго, как я рассказывал, что уже человек, который поженился, даже в наше время, должен особо проводить время с женой, а не уезжать никуда в течение года. Так вот вопрос, если он женился, развелся и снова женился, еще год не прошел. Как тогда? Интересный вопрос. И, наконец, главная миша, о которой мы говорили вот в конце 8-го перека, это разница между рабе Акивой, который считает, что боится человек, имеется в виду боится, как простой смысл, боится меча, боится шпаги, так сказать, боится врага. Что мы не хотим, чтобы такой человек шел на те войны, которые были не такие уж обязательные в случаях, когда не нужно было всех брать на такую войну. Лучше отпустить всех тех, кто боится. Иначе может потом гораздо больше людей погибнуть из-за этого труса. А рабе Йоси Аглили считает, что боится, имеется в виду боится своих грехов. Что Всевышний ему не поможет, не спасет его во время опасности. Когда человек грешен, если он при этом попадает в опасность, то у него нет особой протекции с небес. Интересно, что в нашей мишне, на самом деле, приводится два разных мнения. Рабе Йоси и рабе Йоси Аглили. Это два разных мудреца. Рабе Йоси Аглили, да, из севера Израиля. И рабе Йоси просто, это рабе Йоси Бенхалавта, ученик рабе Акивы. Так вот, Талмуд спрашивает, в чем разница между этими двумя мнениями. И говорит, что один из них считает, рабе Йоси считает, что только если у него грехи крупные, такие, которые запрещает Тора. А рабе Йоси Аглили считает, что даже он рабинский запрет какой-то сломал. Тоже уже это считается грехом. И приводится здесь мнение такое, это в трактате Миноход тоже приводится, что даже если человек разговаривает между тфилином ручным и головным, ведь мы не прерываемся, делаем броху над тфилином, нельзя разговаривать, пока не надел оба тфилина. Так вот, если человек разговаривает между ручным и головным тфилином, то он уже считается грешником и не выходит на войну. По мнению Рабе Йоси Аглили. Представляете? Интересно, что есть источник в Руссес-Галтамуде, который у нас не сохранился. Руссес-Галтамуд вообще очень плохо сохранился. Бывает, что цитируют отрывки из него, которые до нас не дошли. Но был какой-то источник, который говорил, что если человек разговаривает после Иштабах, между Иштабах и Брохом и Нашма, то тоже он считается уже грешником и возвращался, не шел на войну. Начало девятого перека. Девятый перек один из самых интересных. Здесь будет очень много Агады. И в конце, когда они будут обсуждать, почему, что в наше время уже, во время даже конца храма, не относилась больше Эгларуфа, вся эта процедура коровы, которую сейчас мы в двух словах опишем, что они заодно начнут световать вообще о том, что происходило, и как уже в их поколениях, в поколениях стали все хуже и хуже, и что позже, перед приходом Машиаха, вообще будет наглое поколение, и будет очень тяжело евреям религиозным. Все, кто, так сказать, отворачиваются от зла, будут над ними издеваться. Все как уже последние сто лет происходит, и больше. Во всяком случае, это все будет очень интересно, это будет в конце нашего трактата. Но вот начинается наш перек с общей митцвы Эгларуфа. Это, конечно, митцва, которая описана в Торе, в конце главы Шофтим. А именно, что если нашли мертвое тело, не знаем, кто убийца, то есть специальная процедура, когда берут коровку и убивают ее. И это, видимо, чтобы, так сказать, впечатлить людей, что, представляете, погиб человек. Но когда не видно, то на людей это не так влияет. А тут они прямо при всех убивают корову, и это для них телку, да, убивают молодую корову. И, соответственно, это для них, видимо, сильно впечатлил. А заодно, может быть, кто-то что-то слышал и узнает, и может быть, до нас найти убийцу. Такое есть тоже объяснение. Вот как сегодня, например, что происходит обычно, когда нашли мертвое тело? Да, цепляют полиции, что-то там измеряют, фотографы вокруг. Тогда, значит, тоже измеряли, ближайший город находили, потому что нужны были старейшины этого города. Вдруг что-то кто-то там знает. Они делали эту процедуру и в том числе говорили, что мы не виноваты, мы его не отпустили, так сказать, без еды, что он из-за этого запутался в пути, и потом его убили. Это все будет там мудо обсуждать. Ну вот, общая процедура, она написана в Торе в конце главы Шофтим, поэтому стоит прочесть этот отрывок, прежде чем дальше изучать трактат СОТУ до конца уже нашего трактата. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!